Данные соревнования отличаются тем, что здесь необходимо показать не только свою физическую подготовку. Потребуется и умение ориентироваться на местности по карте. Причем сделать это нужно как можно скорее. Соревнования всегда приходят очень масштабно, и этот год не стал исключением. На старт вышли 170 участников. Более подготовленные ребята, которые принимают участие в играх уже не первый год, проходили дистанцию за считанные минуты. Я как бы из своей команды лидер, бегаю нормально. Участвую на всероссийских соревнованиях. Опыт набрал уже большой. Я задание выполнил очень хорошо. За малое время, конечно, хорошо, и все КП взял. И хотя для некоторых новичков задание показалось немножко сложным, они тоже старались не отставать от своих соперников, чтобы не подводить свою команду. Знаков никаких вообще не знала. Какие-то разные квадратики, ромбики, ничего не понятно было. Ну вот сейчас более-менее начало понимать немножко знаки, ориентироваться могу. У нас было 30 минут, как можно больше КП собрать. Ну я 15 КП из 27 собрала. Подготовка к играм, как признаются представители детско-юношеской спортивной школы, которая является неизменными организаторами игр, началась задолго до старта. Помимо продумывания дистанции, оснащения трассы контрольными пунктами и компостерами, необходимо было составить карту. У нас приезжал корректировщик карты, мы его заказывали из Бирска, он корректировал эту карту, мы подвергаем ее корректировке каждый год. Ну и в общем-то дистанция, я думаю, у ребят вызвала большой интерес, потому что судя по тому, как они делятся на финиши, в общем-то, наверное, мы участникам угодили. Подведение итогов проходило по подгруппам А и Б, так как первая состояла из ребят, непосредственно занимающихся спорториентированием. По итогам игр в список победителей традиционно вышли сильнейшие команды. Это учащиеся 14-й и 16-й школ, лицея номер 1 и воспитанники Венеда. Победители были награждены призами и грамотами. Марина Медвинская, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».